Уважаемые участники, мы начинаем наш вебинар. Меня зовут Марина Коваленко, и я модератор сегодняшнего вебинара. Сегодня мы проводим вебинар по биологии для учителей и учащихся на тему «Сложные темы раздела человека и его здоровья. Нервные эндокринные системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности человека». Часть вторая. Первая часть вебинара у нас проходила в прошлом году, календарном. Вы можете посмотреть запись ее на нашем сайте. Сегодня мы продолжаем эту интересную тему. Вебинар наш проводит автор, которого вы уже все хорошо знаете, очень талантливый учитель биологии, высшей квалификационной категории гимназии номер 3 города Оксаев, победитель конкурса «Лучшие учителя России» в 2008-2015 годах и автор учебно-методических пособий по биологии. С подробным графиком проведения вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. Делать это очень просто. Вы заходите на наш сайт в разделе «Вебинары». Вы выбираете категорию «Биология» и там вы уже видите график вебинаров. Также вы можете воспользоваться функцией «Запланировать участие». В этом случае вам необходимо указать адрес электронной почты и накануне вебинара вам придет ссылка и напоминание о том, что вебинар скоро состоится. Также вы можете предложить нам тему вебинаров, которые вам наиболее интересны. Можете написать нам в чат, можете писать нам на электронную почту вебинар собакалегионрус.ком. Все предложения мы ваши рассмотрим и обязательно подготовим интересные темы. Также, пожалуйста, я хочу сказать, что на протяжении данного вебинара пишите все ваши пожелания в чате. Мы сегодня после вебинара, либо, может быть, в конце вебинара, вместе с автором сразу наметим дальнейшие вебинары и сразу же скажем даты проведения их. Если вам интересно, то, пожалуйста, включайтесь в нашу работу. Все материалы проводимых вебинаров мы размещаем на нашем сайте. Сегодня в 17.00 на сайте будет доступна презентация для скачивания и также видеозапись для просмотра. Через некоторое время вы уже сможете скачать запись и делиться ей со своими коллегами, учащимися, и делать с ней все, что вы хотите. Мы надеемся, что все наши материалы вам помогут. Мы их делаем для вас специально. Так, отдельное слово про сертификаты. Сертификат. Для того, чтобы получить сертификат участника вебинара, вам необходимо полностью заполнить анкету при входе в вебинар. Вы ее все видите, когда заходите в вебинар. Пожалуйста, корректно указывайте ваши фамилии и имя отчества. Указывайте себя, если вы хотите получить сертификат. И также обязательно в отдельном поле указывайте вашу должность и место работы. Обязательно заполняйте анкету строго в соответствии с теми вопросами, которые мы вам там задаем, потому что от того, как вы заполните эту анкету, будет зависеть, какой сертификат вам придет. Пожалуйста, без лишней самодейственности указывайте все, что мы вас просим, без какой-либо лишней информации. Также сертификаты рассылаются в течение 10 рабочих дней после проведения вебинара. Все сертификаты у нас генерируются автоматически, поэтому если вы допустите опечатку, то, к сожалению, она же перейдет в ваш сертификат. Чтобы этого не было, внимательно заполняйте анкету, и самое главное, правильно указывайте адрес вашей электронной почты, потому что от этого зависит, придет вам сертификат вообще или не придет. Ну, я надеюсь, что всем нам все понятно с этим разделом. Я скажу, что я буду все время в чате под именем модератора в чате. Вы можете задавать мне вопросы, я буду отвечать на какие-то технические вопросы и также буду передавать вопросы нашему автору. Если у вас нет ко мне вопросов, то я желаю вам приятной работы и передаю слово Анастасии Анатольевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, будущие выпускники этого года, может быть, следующего учебного года. Мы сегодня с вами продолжим нашу работу по одной из сложных тем курса «Человек и его здоровье» и поговорим о железах внутренней секреции. Сегодня речь пойдет об эндокринной системе и о регуляции функций с помощью эндокринной системы. А можно мне презентацию включить? Спасибо. И потом там я тогда скажу, как-то... О, что... Да, там, наверное, надо будет переключать. Там одна будет озвучена, это вторая. Угу. Все, да, тут я уже сама управляю. Сначала вот так. Итак, еще раз напоминаю, что мы с вами сегодня ведем речь об органах эндокринной системы человека, о регуляции функций, гуморальной регуляции функций, о связи нервной и гуморальной регуляции. И сегодня мы с вами проведем наш вебинар, как и в прошлый раз. Первая часть – это повторение, систематизация, обобщение знаний по данной теме. Во второй части вебинара я предложу вам ответить на вопросы по этому разделу. Будут предложены различные формы задания. И жду ваши ответы в чате. Будем вместе потом их комментировать и разбирать правильные ответы. Если у вас будут возникать вопросы ко мне по ходу вебинара, вы пишите их в чате. Мне модератор либо передает их во время вебинара. Или тогда в конце нашей встречи я постараюсь ответить на все вопросы. Всем приятной работы. Итак, начнем. Первый момент, на котором хотелось бы остановиться, это на классификации желез. Железы делятся на три типа. Это железы внешней секреции, железы внутренней секреции и смешанной секреции. Железы внешней секреции называют еще иначе экзокринными. Железы внутренней секреции называются эндокринными. В чем существенное различие между таким строением? Дело в том, что железы внешней секреции имеют выводные протоки и свои секреты выделяют либо на поверхность органов, либо в полости органов, или иногда на кожу. Железы внутренней секреции протоков не имеют, и поэтому их секреты попадают непосредственно в кровь или лимфу. Ну, понятно, что железы смешанной секреции сочетают в себе и внутри, и внешне секреторную функции. Поэтому часть железы имеет выводные протоки, и секреты попадают в полость органа или на его поверхность, а эндокринная часть железы не отсутствует в выводные протоки, и секреты попадают непосредственно в кровь или лимфу. На следующем слайде представлены примеры желез по предложенной классификации. К железам внешней секреции относятся слюны и железы печень, железы желудка, кишечные, молочные железы, потовые и сальные. Ну, вот потовые и сальные, например, вырабатывают свои секреты на поверхность кожи. Слюны и железы вырабатывают секрет в ротовую полость. Печень вырабатывает желчь, которая попадает непосредственно в двенадцатиперстную кишку. К железам внутренней секреции относятся перечисленные на слайде. Это гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные, тимус или вилочковая железа и надпочечники. К железам смешанной секреции относятся половые и поджелудочная железа. Половые железы вырабатывают половые клетки. Это внешнесекреторная функция. А вот еще они вырабатывают мужские и женские гормоны, которые попадают непосредственно в кровь. Поджелудочная железа вырабатывает панкреатический сок, который содержит большое количество ферментов. Этот сок попадает в полость двенадцатиперстной кишки. Это будет внешнесекреторная функция поджелудочной железы. И небольшая группа клеток вырабатывает гормоны, которые секретируются непосредственно в кровь. Дальше нам необходимо вспомнить о том, что же такое гормоны. Гормоны это продукты жизнедеятельности желез внутренней секреции. И термин гормон в переводе с греческого означает возбуждаю, побуждаю. Этот термин был введен в практику Бейлисом и Старлингом, которые в январе 1902 года провели опыт. Этот опыт убедительно доказал участие гуморального фактора в регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы. По мнению ученых, гормон это любое вещество, которое продуцируется в норме в организме человека. Причем продуцируется клетками какой-либо части организма. Либо это специальный орган, либо это просто часть органа. И это вещество переносится кровью к отдаленным частям организма, на которые им впоследствии действуют. По физиологическому действию гормоны могут быть пусковыми и исполнительными. К пусковым гормонам можно отнести гормоны, которые активируют деятельность других эндокринных желез. Например, к ним можно отнести гормоны гипоталамуса и гипофиза. Гормоны-исполнители, они оказывают непосредственное воздействие на какие-то определенные функции организма. Ну и сейчас вы на слайде видите, что гормоны по своей структуре, по своему происхождению могут быть как производными аминокислот. Например, такие гормоны, как тироксин и адреналин. Гормоны по природе могут быть органические вещества белками или полипептидами. Например, инсулин, окситоцин. Гормоны передней доли гипофиза. Гормоны могут быть стероидами или производными жирных кислот. Это половые гормоны, гормоны надпочечников. Гормоны являются биологически активными веществами и обладают очень высокой физиологической активностью. Каждый гормон обладает таким свойством, как специфичность действия. Дело в том, что гормоны могут регулировать или воздействовать только на определенные обменные процессы или на какие-то ткани организма. Гормоны могут действовать как в общем на весь организм. Это так называемое дистантное действие. Так могут оказывать местное воздействие. Гормоны с помощью крови и лимфы доставляются во все органы и поэтому действуют длительное время и очень медленно. Тот орган, который реагирует на воздействие определенного гормона, принято называть органом-мишенью. А вот восприятие гормонов осуществляется с помощью гликокаликса. Это полисахаридный комплекс, который встроен в мембраны клеток. Действие гормонов основано на той способности, что они могут очень быстро изменять свои структуры, при этом повышать проницаемость мембран. Они могут стимулировать активность ферментов. Они могут оказывать как стимулирующее, так и угнетающее воздействие на гены, например. Эндокринный аппарат человека представлен двумя частями. Это центральное звено, к которому относятся гипоталамус, гипофиз и эпифиз. И центральное звено является регулятором в эндокринной системе. И периферическое звено, которое представлено либо отдельными органами, например, щитовидная железа. Либо это скопление клеток, например, скопление клеток в поджелудочной железе, которые выполняют внутрисекреторную функцию. А также это могут быть одиночные клетки, которые вырабатывают гормоны. Так называемая диффузная эндокринная система. Она обычно встроена в стенки пищеварительной системы, дыхательной, мочевыводящей. На следующем слайде представлена схема расположения желез внутренней секреции. В головном мозге, в черепе находится гипоталамус. Это один из отделов промежуточного мозга. Также гипофиз и эпифиз. Движемся дальше в области шеи щитовидной, пара щитовидной железы. В грудной полости располагается вилочковая железа или тимус. Над почками, в виде таких колпачков, у верхнего полюса почек располагаются надпочечники, поджелудочная железа и половые железы. Можно еще посмотреть у нас. Есть такая интерактивная схема. Сейчас я включу ее. Вы потом, впоследствии, можете ее использовать, потому что она представлена здесь в нескольких видах. Можно показать все железы, но на этой интерактивной схеме представлены не все. Нет здесь пара щитовидных желез и нет тимуса. Можно использовать режим подсказки, когда мы наводим курсор и будет активироваться только какой-то определенный рисунок. В данном случае гипофиз. И будет выходить окошко с небольшой информацией. Скажем, про гипофиз информация о том, что он вырабатывает гормоны роста. Надпочечники, предположим, вырабатывают гормоны норадреналин и адреналин. Также можно использовать и тестовый вариант этой интерактивной схемы, когда необходимо из списка выбирать определенные названия и затем включать режим проверки. Ну а сейчас мы перейдем непосредственно к тому, что познакомимся со всеми отделами эндокринной системы и прокомментируем, какие гормоны вырабатывает данная отдел эндокринной системы, на какие органы, на какие ткани, на какие обменные процессы оказывают влияние. А также рассмотрим, какие могут быть нарушения, какие могут возникать болезненные состояния у человека, если гормонов вырабатывается или слишком мало, или слишком много. Вообще, если взвесить все железы внутренней секреции человека, одного человека, то масса составит всего-навсего около 100 грамм. Ну вот такие маленькие железки, а тем не менее значение их биологическое огромное. Итак, переходим непосредственно к характеристике составляющих эндокринной системы и, конечно, целесообразно начать с центрального звена, с высшего отдела регуляции эндокринных функций. Это часть промежуточного мозга, которая называется гипоталамус. Здесь на слайде хорошо видно, где располагается гипоталамус, гипофиз. Ну а теперь непосредственно о том, какое воздействие гипоталамус оказывает на эндокринную систему и вообще на процессы в организме. Несмотря на то, что гипоталамус является частью промежуточного мозга, его нервные пути оказывают воздействие напрямую по нисходящим путям. Гипоталамус вырабатывает особые вещества, которые принято называть нейрогормоны. И эти нейрогормоны через переднюю долю гипофиза могут либо активировать, либо тормозить работу других желез и других органов. Так вот, те нейрогормоны, которые активируют деятельность, их принято называть либерими, это стимуляторы. И гормоны, которые оказывают тормозное действие, это статины или ингибиторы. Вместе гипоталамус и гипофиз образуют так называемую гипоталамо-гипофизарную систему. Сейчас мне нужна будет помощь, чтобы включить нам анимацию о том, как работает эта система. Да, она со звуком. Так, я ее, файл этот включаю, да, сначала. Нет, она сразу не будет. А можно я ее? Пока. Хорошо. 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 В гуморальной регуляции функций внутренних органов принимают участие и отделы нервной системы. Главные из них – гипоталамус, особый отдел промежуточного мозга, и гипофиз, мозговой придаток, расположенный на нижней поверхности головного мозга. Гипофиз – типичная железа внутренней секреции. Вещества, выделяемые в кровь этими отделами головного мозга, называются нейрогормонами. Гипоталамус и гипофиз тесно связаны и образуют гипоталамогипофизарную систему. Когда какие-нибудь железы внутренней секреции начинают выделять слишком мало или, наоборот, чересчур много гормонов, гипоталамус улавливает отклонения в концентрации гормонов в приходящей к мозгу крови от необходимого на данный момент уровня. Далее гипоталамус воздействует на гипофиз. Воздействие осуществляется двумя путями. Вырабатываемые гипоталамусом нейрогормоны по специальным сосудам попадают прямо в переднюю долю гипофиза, а воздействие гипоталамуса на заднюю долю гипофиза осуществляется по специальным нервным волокнам. В результате этих воздействий железистые клетки гипофиза начинают вырабатывать нейрогормоны, которые стимулируют или тормозят работу железы внутренней секреции, деятельность которой отклонилась от нормы. В гуморальной регуляции функций внутренних органов принимают участие и отделы нервной системы. Главные из них – гипоталамус, особый отдел промежуточного мозга, и гипофиз, мозговой придаток, расположенный на нижней поверхности головного мозга. Гипофиз – типичная железа внутренней секреции. Гипофиз – типичная железа внутренней секреции. Итак, гипоталамус и гипофиз участвуют вместе в регуляции деятельности всех желез внутренней секреции. И получается, что в гипоталамогипофизальной системе насчитывается более 100 тысяч нервных окончаний, которые воспринимают информацию и затем включают механизмы выработки нейрогормонов, которые попадают в гипофиз, затем могут оказывать воздействие на другие части эндокринной системы. Гипофиз является типичной железой внутренней секреции. И в гипофизе выделяют три части, или три доли – переднюю, среднюю или промежуточную, и заднюю долю. Каждая доля гипофиза вырабатывает достаточное количество гормонов. Их довольно много, мы все с вами перечислять сегодня не будем. Масса гипофиза составляет приблизительно 0,5 грамма или 0,7 грамма. И располагается, как вы видели на предыдущем слайде, гипофиз под гипоталамусом. Передняя доля гипофиза в основном выделяет так называемые тропные гормоны. Тропные гормоны, которые оказывают регулирующее воздействие на другие железы эндокринной системы. В частности, тиреотропный гормон регулирует функцию и работу щитовидной железы. Аденокортикотропный гормон воздействует на коронатпочечников, стимулирует выработку синтез холестерола, кортикостероидов, усиливает синтез белка и РНК. Кроме этого, передняя доля гипофиза вырабатывает гонадотропные гормоны. Это гормоны, лютинизирующие и фолликулостимулирующие, которые оказывают воздействие на работу мужских и женских половых желез. Лютинизирующий гормон регулирует работу мужских половых желез, а фолликулостимулирующий оказывает воздействие на работу яичников. Кроме тропных гормонов, гипофиз вырабатывает еще и гормон роста. Это тоже тропный, самототропный гормон, который будет оказывать общее воздействие на весь организм, регулировать процессы обмена веществ во всех клетках, регулировать процессы роста. Гормон роста препятствует развитию жировой ткани, поэтому слишком поздно ужинать не рекомендуется. Вырабатывается он в основном ночью. Средняя доля гипофиза вырабатывает меланотропин и липотропин. Это гормоны. Меланотропин регулирует пигментацию кожи, а липотропин усиливает обмен липидов. Я вот еще пропустила, что передняя доля гипофиза вырабатывает такой гормон, как пролактин. Этот гормон оказывает воздействие на молочные железы женщины и регулирует образование, выделение молока при грудном вскармливании ребенка после рогов. Задняя доля гипофиза вырабатывает антидиуретический гормон, который называется вазопрессин. Вазопрессин усиливает реадсорбцию, то есть это обратное всасывание жидкости при образовании вторичной мочи. И за счет этого еще и наблюдается регуляция артериального давления. Задняя доля гипофиза, кстати регуляция контроля артериального давления вазопрессином осуществляется совместно с альдостероном, это гормон надпочечников. Окситоцин усиливает сокращение гладкой мускулатуры, в частности усиливает сокращение матки, способствует изгнанию плода во время родов. И еще окситоцин называют гормоном любви или гормоном доверия. Он вырабатывается и обеспечивает привязанность между матерью и ребенком. Этот же гормон вырабатывается, считают ученые, при общении человека с собаками. Поэтому, наверное, первое из животных, которое было приручено человеком, была собака. То есть, когда вы смотрите собаке в глаза, то вот идет выработка окситоцина гормона доверия. Вот мы кратко вспомнили о том, какие гормоны вырабатываются гипофизом. Теперь мы с вами поговорим о том, какие могут возникнуть нарушения при гипо- или гиперфункции гипофиза. Ну вот, наиболее часто встречаются и вопросы заданий, и состояния, которые связаны с неправильной выработкой недостаточного или высокого содержания гормона роста. Гормон роста вырабатывается активно в детском возрасте, и при гипофункции возникает карликовость. Карликовость – это состояние, когда прекращаются ростовые процессы у ребенка, но при этом не нарушаются пропорции тела и не нарушается развитие психики, то есть не развивается умственная отсталость. Карликовость считается у мужчин, если у них рост ниже 130 см, и у женщин, если рост составляет ниже 120 см. Длина туловища при этом немного преобладает над длиной конечностей, но вот у людей, которые страдают карликовостью, у них морщинистая кожа, как правило, она желтоватая, дряблая, образует складки, как у стариков. Ну, такие люди, как правило, отличаются высоким таким детским голосом. Если же в детском возрасте наблюдается гиперфункция гормона железы, и гормона роста вырабатывается больше необходимого, тогда у человека развивается так называемый гипофизарный гигантизм. Опять-таки, тело сохраняет свои пропорции, и в книгу рекордов Гиннесса была занесена информация о человеке, который имел рост 272 см. Люди, которые страдают гигантизмом, они в начале заболевания сильны физически, но позднее физическая сила сменяется слабостью, так как при очень быстром увеличении роста сердце не справляется с гигантским организмом, и также другие органы увеличиваются пропорционально росту, и поэтому функция их не нарушается. Однако люди, которые страдают данным заболеванием, могут иметь ограниченные умственные способности. Единственный человек, это был австриец Адам Райнер, который был занесен, известен в истории, как человек, который был сначала гипофизарным карликом, а потом по непонятным причинам стал великаном. В 21 год его рост составлял всего 118 см, но потом он начал интенсивно расти, и к 32 годам его рост достиг отметки 218 см. Прожил он недолго, из-за таких нарушений он был, к сожалению, прикован к кровати, и умер он в возрасте 51 года, произошло это в 1950 году, а рост его к тому моменту достигал 234 см. Но иногда гормон роста начинает активно вырабатываться у взрослых людей. Наблюдается гиперфункция у взрослых, когда уже основные активные ростовые процессы закончены. Гормон роста необходим для того, чтобы ткани могли регенерировать, шло восстановление каких-то структур, растут у нас еще ногти, волосы, и вот во взрослом состоянии гормон роста, конечно же, необходим. Но иногда наступает такое состояние, когда у взрослых вырабатывается его довольно много. Тогда будет наблюдаться непропорциональное увеличение частей тела человека. Увеличивается в размерах нос, может увеличиваться язык, не помещаться в ротовой полости, становятся толстыми увеличенными губы, щеки, увеличиваются кисти, рук, стопы, ног. Может наблюдаться увеличение размеров и внутренних органов, например, сердца, печени. Происходит это за счет того, что разрастаются либо крещи, либо костная ткань, или мягкие ткани. И вес сердца у человека, который страдает акромегалией, это состояние, связанное с гиперфункцией, у взрослых может достигать 1200 грамм при норме взрослого человека, скажем, не более 450. Если заболевание не лечить, и оно будет прогрессировать, то могут возникать впоследствии нарушения, дистрофические изменения в миокарде, и человек может умереть от сердечной недостаточности. Как я сказала, гипофиз вырабатывает еще и вазопрессин, это задняя доля гипофиза. Антидиуретический гормон, который регулирует образование вторичной мочи и участвует в регуляции артериального давления. При гипофункции, при недостатке гормона вазопрессина у человека развивается состояние, которое называют несахарный диабет, и тогда нарушаются процессы обратного всасывания в жидкости, у человека вырабатывается, выделяется огромное количество вторичной мочи в сутки, это количество может достигать 20-30 литров. И наоборот, если антидиуретического гормона будет слишком много, то тогда будут идти усилены процессы реадсорбции, будет всасываться жидкости больше, и при норме в сутки вторичной мочи около 1,5 литров, мочи будет выделяться у таких людей до 250 мл всего на все. Следующая железа, которая относится тоже к центральному звену эндокринного аппарата, это эпифис, или так называемое шишковидное тело. Он расположен в промежуточном мозге и связан с таланусом. Гормоны, которые вырабатывает эпифис, это гормоны меланотонин и серотонин. Прошу не путать, в гипофизе средняя доля вырабатывает меланотропин, а вот эпифис вырабатывает меланотонин. Меланотонин и серотонин – это гормоны, которые тормозят раннее половое созревание. Кроме того, их выработка зависит от уровня освещенности. Также эти гормоны регулируют активность суточную, сезонную, регулируют продолжительность сна и периодов бодрствования, обеспечивают человеку рациональную жизнедеятельность, экономную жизнедеятельность. Ну и, конечно, если будет избыток этих гормонов, то тогда будет наблюдаться недоразвитие половых желез и будет нарушение формирования вторичных половых признаков. То есть половое созревание будет заторможенным. При недостатке этих гормонов, наоборот, наблюдается преждевременное половое созревание. Теперь мы с вами непосредственно переходим к периферическому звену эндокринной системы и начнем мы с железы, которая располагается на передней поверхности гортани. Это щитовидная железа. Масса щитовидной железы составляет всего 30 до 60 грамм. Она имеет две доли, которые соединены между собой перешейкой. Структурно-функциональными единицами щитовидной железы являются пузырьки, фолликулы. Образованы фолликулы железистым эпителием и заполнены особым коллоидным веществом. Щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов. И вот здесь на слайдах представлены эти гормоны. Это гормоны, которые содержат в своем составе йод, тироксин и триод, тиранин. Их физиологическая активность или физиологический эффект, который они оказывают на организм. Это обеспечивается рост костей, формирование скелета. Дальше эти гормоны регулируют обмен веществ, протекающих во всех клетках. Также им подвластна работа нервной системы, сердечно-сосудистой. От концентрации этих гормонов будет зависеть физическое и психическое развитие организма, особенно в детском возрасте. Эти гормоны регулируют уровень потребления клетками кислорода и теплообмен. При нарушении функции щитовидной железы могут возникать различные состояния. Так, у взрослых людей при гиперфункции возникает базидовая болезнь или путеглазие. При гипофункции у детей развивается кретинизм. У взрослых мексидема или слизистый отек. Но еще некоторые территории, географические территории, в продуктах питания, в почве, если не хватает йода, то развивается так называемый эндемический зуб. Еще один гормон, который вырабатывается щитовидной железой, но этот гормон не содержит йод, это кальцитонин, который снижает уровень кальция в крови и является антагонистом, то есть гормоном противоположного действия по отношению к гормонам околощитовидных или паращитовидных желез. Ну, а теперь несколько слов о тех нарушениях, которые могут возникать при гипо- или гиперфункции щитовидной железы. При гиперфункции щитовидной железы, при активной выработке тироксина, триотиранина, развивается базидова болезнь или пучеглазие. Ну, если мы вспомним какую-нибудь сказку, в которой упоминается злая мачеха, то описание злой мачехи сводится к тому, что в моменты гнева мачеха превращается на глазах у нелюбимой падчерицы в ведьму. Да, нос ее становится заостренным, глаза вылезают из орбит, лицо и шея вздуваются, руки начинают интенсивно дрожать, и заканчивается это вообще тем, что мачеха начинает трястись. У людей, которые страдают базидовой болезнью, повышенный уровень обмена веществ, повышенный уровень окислительных реакций, протекающих в организме. Эти люди обычно вспыльчивые, легко возбудимые, у них наблюдаются очень частые смены настроения, то есть от смеха до слез и наоборот. Люди эти очень быстро устают, часто страдают бессонницей, их пульс учащенный, то есть постоянные такие сердцебиения. Характерный признак – это пульпучеглазие, еще может наблюдаться дрожание рук, повышенная потливость. Из-за того, что гормона вырабатывается много, одна из причин гиперфункции – это разрастание ткани щитовидной железы, поэтому может наблюдаться и утолщение шеи, развивается зуб. У этих больных базидовой болезнью, как правило, худеют, несмотря на то, что у них очень хороший аппетит. Могут наблюдаться в тяжелых случаях боль и двоение в глазах, и вот из-за того, что разрастается ткань щитовидной железы, у них могут быть такие ощущения неловкости в области шеи. Другой недуг, связанный с гипофункцией щитовидной железы – это мексидема или слезистый отек. Это состояние довольно часто встречается. Ну так, из десяти женщин одна страдает мексидемой. У этих людей отмечается повышенная чувствительность к холоду. Они слабые, вялые, апатичные, то есть их ничего в жизни не интересует. Сонливость выражена. Отмечается бледность и сухость кожных покровов. Замедляется рост волос, ногтей. Иногда это сопровождается выпадением волос. И вот, как видно на слайде, лицо имеет довольно плотные отеки. У этих людей, эти люди страдают ожирением, и у них пониженная температура. Не хватает гормонов щитовидной железы, поэтому все обменные процессы резко замедляются. Тяжелые состояния могут быть у детей, когда в детском возрасте не хватает гормонов щитовидной железы и развивается кретинизм. Нарушение физического и психического развития. Дети эти прекращаются ростовые процессы. Отмечается карликовость, причем карликовость с нарушениями пропорций тела. И еще одно состояние, которое характерно для некоторых географических областей. Вот в Ростовской области, в частности, есть такой недуг. Это развитие эндемического зоба. Это увеличение ткани щитовидной железы, причем это компенсаторное увеличение, разрастание ткани, за счет того, что в продуктах питания не хватает йода. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет всего 0,6 мг. Но если не хватает в пище, то могут развиваться вот такие состояния. Поэтому с целью профилактики эндемического зоба рекомендуется продукт питания при приготовлении подсаливать необычной поваренной солью, айодированной, и еще очень хороший эффект оказывает это потребление в пищу продуктов, которые богаты йодом. Но самый доступный и богатый йодом продукт – это морская капуста, ламинария. Ну и, конечно же, морепродукты другие тоже могут содержать йод. У людей, у которых развивается эндемический зоб, ну вот может быть не только такой косметический дефект, да, за счет разрастания ткани щитовидной железы, может быть нарушение глотания, потому что оказывается давление на область глотки и пищевода. И так как идет сдавление самой гортани, щитовидная железа расположена на передней поверхности, может наблюдаться охриплость волоса. Там нет вопросов? Нет, да, пока вопросов нет. Ну, а мы переходим к следующей железе, которая относится к периферическому звену эндокринной системы. Это надпочечники, это парные органы, масса которых составляет всего-навсего около 12 грамм. Располагаются они у верхнего полюса почек. Почек – это надпочечники. Надпочечники, несмотря на свои малые размеры и малую массу, вырабатывают 28 гормонов. По строению они имеют корковый и мозговой слои. И корковый и мозговой слои вырабатывают различные виды гормонов. Так, например, корковый слой надпочечников вырабатывает минералокортикоиды, альдостерон. Я уже его упоминала, он вместе с вазопрессином оказывает воздействие на регуляцию артериального давления. Глюкокортикоиды, кортизон и гидрокортизон. Кортизон, например, снимает воспалительные процессы, кортизон снимает болевые ощущения. И корковый слой вырабатывает гормоны – андрогены и эстрогены. Значит, андрогены у мужчин и эстрогены и прогестерон у женщин. Общий физиологический эффект этих гормонов заключается в регуляции всех видов обмена и углеводного, и жирового, и водно-солевого обмена, а также обмена натрия и калия, удержание натрия, выведение калия и наоборот. Также препятствие, ну, такое косвенное участие в иммунных реакциях, препятствие развитию воспалительных процессов. И вот половые гормоны, которые вырабатываются надпочечниками, они регулируют развитие вторичных половых признаков. Ну, это тембр волоса, это определенное телосложение, распределение жировой ткани и так далее. Мозговой слой вырабатывает два гормона – адреналин и норадреналин. Эти гормоны называются гормонами стресса. Повышают тонус мелких артерий, что приводит к повышению артериального давления. Эти гормоны сужают кровеносные сосуды, расслабляют мускулатуру бронхов, снижают перистальтику кишечника, ускоряют все обменные процессы, усиливают силу и частоту сердечных сокращений. В нашей предыдущей встрече мы говорили о том, как действует симпатическая нервная система, как один из отделов автономной вегетативной нервной системы. Мы говорили, что симпатическая нервная система – это система стресса. На С она начинается. И все, что связано со стрессом, это будет усиление сердечно-сосудистых сокращений, усиление силы сокращений. Это будет снижение перистальтики, сужение кровеносных сосудов. То есть это гормоны, которые работают по тому же принципу. Но при нарушении деятельности надпочечников можно наблюдать как гипер, так и гипофункции. Например, кортикоиды – это гормоны куркового слоя, могут при гиперфункции вызывать, например, у детей, если это гиперфункция у детей, раннее половое созревание, при этом прекращается процесс роста. Если гиперфункция будет наблюдаться у взрослых, то это будет нарушение появления повторичных половых признаков. При недостаточном количестве кортикоидов развивается бронзовая болезнь или одессонова болезнь. Эта болезнь была открыта, описана в 1855 году английским врачом Одессоном. Об этой болезни можно прочитать и в рассказе Тургенева «Живые мощи». Тургенев описывал бронзовую болезнь в своем рассказе так. «Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо. Но что это было такого? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая. Не дать мне взять икону старинного письма. Губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У человека при одессоновой болезни нарушаются обменные процессы, обмен солей между кровью и тканями, возникает слабость, потеря веса и кожа приобретает вот такой характерный бронзовый оттенок. Иногда наблюдаются и гиперфункция мозгового слоя надпочечников, когда выделяется большое количество адреналина, то таких людей будут учащенные сердцебиение, будет повышенный учащенный пульс, повышенное артериальное давление, особенно если человек попадает в состояние испуга, страха, гнева. При гипофункции гипофункция практически не наблюдается, потому что количество гормонов мозгового слоя надпочечников регулируется все-таки нервной системой. И еще парасимпатическая и симпатическая нервная системы выполняют аналогичные функции. Вообще, 15 грамм адреналина могло хватить бы для всех людей земного шара, для регуляции функций, всего-навсего. Вот ничтожно малое количество нужны для того, чтобы регулировать функции в организме этого гормона. Нет вопросов? Нет. Околосчетовидные или так называемые парасчетовидные железы, которые вырабатывают гормон, он называется парадгормон или паратерин. Это гормон, который регулирует уровень кальция в крови. Значит, парадгормон повышает содержание кальция в крови, в отличие от кальцитоцина, который вырабатывается щитовидной железой и снижает уровень кальция. Вот гормоны, которые оказывают противоположное действие, один повышает уровень какого-то вещества, другой снижает, принято называть гормонами-антагонистами. Значит, этот гормон регулирует обмен фосфора, то есть способствует выведению фосфора почками и способствует отложению кальция в тканях. При избытке парадгормона можно наблюдать повышенное содержание кальция в крови за счет того, что фосфор выводится почками, будет идти разрушение костной ткани. А вот если околощитовидные железы удалить, то у нас наступает такое состояние, как титания сопровождается разрушением зубов, активным снижением веса и у человека будут судороги. Следующая железа, которая активно функционирует только в детском возрасте, а затем атрофируется, это тимус или вилочковая железа, или еще одно название, это зубная железа. Тимус вырабатывает такие гормоны, как тимозин и тимопоэтин. Проявляет деятельность, как я сказала, тимус до полового созревания, очень активно. После завершения полового созревания происходит дезактивация работы тимуса. Гормоны, которые вырабатывает тимус, еще можно добавить сюда тимин и т-активин. Их общее действие это участие в стимуляции процессов образования лимфоцитов и также они обеспечивают дифференцировку т-лимфоцитов. Поэтому лимфоциты и продукты их жизнедеятельности обеспечивают иммунные реакции. Поэтому формирование иммунитета в детском возрасте полностью зависит от функционирования вилочковой железы. Далее мы с вами переходим к рассмотрению желез, которые являются железами смешанной секреции. И это поджелудочная железа, проток которой внешне секреторно открывается, как хорошо сейчас видим на рисунке, в полость 12-перстной кишки. Но в рамках нашей сегодняшней встречи нам будет интересна поджелудочная железа, а именно ее внутрисекреторная деятельность. В поджелудочной железе выделяют две группы клеток. Это небольшие участки. Одни из них называются бета-клетки, другие альфа-клетки. Бета-клетки вырабатывают инсулин. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови и способствует переходу излишней глюкозы в гликоген, который накапливается в клетках печени или в мышечной ткани. При недостатке инсулина, когда не происходит усвоение глюкозы и ее утилизация, возникает такое состояние, как сахарный диабет. При гиперфункции, то есть может вырабатываться инсулина больше, наблюдаются у человека потери сознания, шоковые состояния, головокружение и судороги. Противоположным по действию, то есть гормон-антагонист, это гормон, который вырабатывается альф-клетками и называется он глюкогон. То есть он наоборот способствует повышению уровня глюкозы в крови, он способствует тому, чтобы гликоген расщеплялся до глюкозы, гликоген накапливается в клетках печени и вот оттуда извлекается в те моменты, когда необходима глюкоза как источник энергии. Наблюдается гиперфункция, когда будет повышено содержание глюкозы в крови, будет наблюдаться усиление расщепления жира и гиперфункция, которая будет сопровождаться тем, что будут нарушаться процессы синтеза инсулина, то есть гормона-антагониста. Ну и еще железы смешанной секреции, которые отвечают за развитие вторичных половых признаков, которые обеспечивают репродуктивные функции организма человека, оплодотворение, развитие зародыша, развитие будущего ребенка, а также обеспечивают у женщин роды. Это половые железы, мужские половые железы, которые вырабатывают тестостерон и женские половые железы, которые вырабатывают эстрогены, это эстрон-эстрадион в яичниках и есть еще так называемая временная железа внутренней секреции, желтое тело, которое вырабатывает прогестерон. Прогестерон, желтое тело формируется на месте фолликула и поэтому называется железой временной секреции. Есть еще один орган, который является железой временной секреции, временной железой внутренней секреции, это плацента. Вот эти два органа, они вырабатывают гормоны в определенные периоды жизни женщины и обеспечивают нормальное развитие будущего ребенка и его благополучное рождение. Так, ну знакомство, как бы повторение желез внутренней секреции, смешанной секреции мы завершили. Вот сейчас хотела бы обратить ваше внимание на том, что все функции организма регулируются двумя механизмами. Наиболее древним, раньше возникшим является гуморальный механизм регуляции, который осуществляется с помощью биологически активных веществ, находящихся в крови или лимфе. Это гуморальный механизм регуляции, он осуществляется с помощью гормонов. Отличается этот механизм тем, что скорость воздействия очень низкая. Гормоны воздействуют на организм в целом, они не могут воздействовать на какой-то определенный орган. И время воздействия будет оказываться довольно длительным. Система, которая обеспечивает этот механизм регуляции, называется эндокринная. Мы ее сегодня с вами повторили. В прошлый раз мы говорили о механизмах нервной регуляции функции, которые осуществляются с помощью нервных импульсов. Это токи малой силы, которые передаются по нервам. Нервный механизм регуляции функции по сравнению с гуморальным считается более молодым. Он обладает очень высокой скоростью воздействия. Причем оказывает воздействие на отдельные органы. Это воздействие осуществляется очень кратко и система, которая обеспечивает этот механизм регуляции, это нервная система. Первую часть мы с вами завершили. Теперь хотелось бы, чтобы поработали и вы. Будем сейчас отвечать на некоторые вопросы, которые я вам предлагаю. И прошу вас ответы писать в чате. Итак, переходим ко второй части. Предлагаю вам задания разного уровня сложности и задания, которые предполагают, ну вот в данном случае, предполагаю, необходимо выбрать только один правильный ответ. Итак, железы внутренней секреции – это те, которые имеют выводные протоки, открывающиеся в кровеносные или лимфатические сосуды, имеют выводные протоки, открывающиеся на поверхность тела или в полости органов. Это железы, которые находятся внутри тела или железы, которые не имеют выводных протоков. Надо выбрать один ответ правильный, который бы характеризовал железы внутренней секреции. Сейчас, если будут поступать варианты. Есть уже, да? И какой номер выбирают первый? Имеют выводные протоки, открывающиеся в кровеносные или лимфатические сосуды. Итак, есть у нас слушатели, которые выбрали первый ответ. Хорошо, подождем еще. Есть еще какие-то варианты? Ждем. Разброс, да? Значит, большинство выбирают первый вариант ответа. Ну вот, это, конечно, ошибка, потому что железы внутренней секреции не имеют выводных протоков. И правильный ответ в данном случае будет 4. Я говорила о том, что железы внутренней секреции вырабатывают гормоны, которые попадают непосредственно в кровь или лимфу. Но они не имеют выводных протоков. Следующее задание. Тоже необходимо выбрать один правильный ответ. Вот рисунок с обозначением желез внутренней секреции. Укажите, пожалуйста, какая железа обозначена буквой B. Ну, я думаю, что не будет никаких ошибок. Поступают. Третий вариант. Все замечательно. Значит, картинка знакома и узнавание по месту расположения желез происходит. Следующее задание. Вспомните, пожалуйста, какой гормон вырабатывают надпочечники. Один из гормонов, который они вырабатывают. Есть ли ответы? И два. Вазопресин вырабатывается гипофизом, а вот адреналин мозговым слоем надпочечников. Всех поздравляю, кто выбрал первый ответ. Переходим к следующему вопросу. Гормоны какой железы регулируют углеводный, жировой, белковый и водно-солевой обмен? Есть ответы, да? Разброс большой. Четвертый в основном, да, выбирают больше всего. И третье. Поджелудочная железа. Хочу вас огорчить, но это надпочечники. Потому что именно минералы-кортикоиды, глюкокортикоиды, которые вырабатываются корковым слоем надпочечников, они участвуют в регуляции всех видов обмена веществ. Ничего. Есть, да, с правильным ответом? Поздравляю. Так, следующее задание. Вот было у нас понятие гормоны-антагонисты. Выберите, пожалуйста, пару гормонов, которые будут являться антагонистами. Нету еще, да? Подождем. Один и четыре, да? Правильный ответ. Четвертый. Это инсулин и глюкогон, гормоны поджелудочной железы. Напоминаю, инсулин снижает уровень глюкозы в крови, глюкогон повышает. Ну, те, кто выбрал первый ответ, единственное антагонистическое воздействие между адреналином и нороадреналином, это то, что адреналин сужает кровеносные сосуды, а нороадреналин способствует их расширению. Адреналин вообще действует как медиатор больше и участвует больше в передаче синаптических сигналов. Следующее задание. Какое состояние развивается при гипофункции задней доли гипофиза у человека? Задняя доля гипофиза вырабатывает. Надо вспомнить, какой гормон. Нет еще пока ответов? Ну, хорошо, я тогда подскажу. Задняя доля гипофиза вырабатывает вазопрессин. Может быть, это поможет? Слава? В общем, разброс ответов. А, еще, может быть, кто-то напишет. Итак, была подсказка. Задняя доля гипофиза вырабатывает вазопрессин. Это антидиуретический гормон. Четверка. Ну, правильный ответ, друзья, это ответ 3. Бронзовая болезнь будет возникать при гипофункции надпочечников. Гигантизм связан с гипофункцией в детском возрасте гормона роста, а это передняя доля гипофиза. Сахарный диабет связан с гипофункцией поджелудочной железы, когда не хватает, не вырабатывается инсулин. А вот не сахарный диабет или ночное мочи изнурения. Это связано с тем, что нарушаются процессы обратного всасывания жидкости при образовании вторичной мочи. И говорили, что в сутки у больных может вырабатываться до 30 литров вторичной мочи. Следующее задание. Описаны признаки одного из заболеваний. У пациента наблюдается увеличение носа, губ, языка, кистей, стоп, грубый голос, потому что у толщины голосовые связки. Как вы думаете, какой диагноз должен поставить, хотя бы предварительно, врач-эндокринолог? Единички. Замечательно. Правильный ответ. Акрамигалия. Правильно. Следующее задание. Описание желез. Парные железы, в которых различают курковое и мозговое вещество, вырабатывают гормоны, регулирующие водно-солевой, углеводный, жировой, белковый обмен. Как называются эти железы. Но я думаю, сейчас не будет ошибок. Единички. Да, действительно, это надпочечники. Ну и вот следующее задание. В результате какого нарушения развивается бронзовая или аддисонова болезнь? Два вопроса назад я об этом говорила. Итак, надо вспомнить, это гипо- или гиперфункция и какого слоя надпочечников. Есть, да, ответы? Пока нет. Бронзовая болезнь, описанная у Тургенева в рассказе «Живые мощи». Может быть, это поможет. Нет? А какой ответ? Три и четыре. Ну вот правильно выбрали, что это гипо-функция. Но гипо-функция, конечно же, коркового слоя. Гипо-функция мозгового слоя надпочечников. Мозговой слой вырабатывает адреналин и норадреналин. А гипо-функция по этим гормонам наблюдается редко, практически не наблюдается, потому что нервная система регулирует концентрацию этих веществ и может на себя брать эту функцию. Следующее задание. Найдите, пожалуйста, на рисунку железу, которая обозначена буквой «Г» и выберите из предложенного списка, какой процесс регулирует данная железа. Двоечки. Правильно. Под буквой «Г» обозначена поджелудочная железа и вот, в частности, содержание глюкозы будет регулироваться инсулином и глюкогоном. Так, теперь нужно внимательно посмотреть на предложенную таблицу и найти, какая же существует связь между целым и частью. И какое понятие вы бы вписали на месте пропуска в этой таблице. Вот мы сегодня с вазопрессином очень активно работаем. Единички. Все. Я надеюсь, что запомнили, что вазопрессин вырабатывается задней долей гипофиза. Так, следующее задание. Здесь уже необходимо выбрать три верных ответа и нужно указать составные части центрального звена эндокринного аппарата. Есть? Кто-нибудь хоть попытался написать? Один, два, шесть. Замечательно, ответ правильный. Гипоталамус, гипофиз и эпифиз. Это будет как раз-таки центральное звено эндокринного аппарата. Приходим к следующему заданию. Здесь есть шесть утверждений. Необходимо выбрать три верных утверждения. Какие из этих утверждений являются верными? Итак, первое, я помогу. Гормоны эпифиза ускоряют половое созревание. Гормоны обладают высокой физиологической активностью. В эндокринном аппарате выделяют два отдела или звена, центральный и периферический. При недостатке гормонов коркового слоя развивается бронзовая болезнь. Адреналин и норадреналин – гормоны антагонисты. И глюкогон снижает содержание глюкозы в крови. Надо выбрать утверждения верные. Их тоже будет три. Есть какие-то варианты? Два, три, четыре. Все правильно. Два, три, четыре. Гормоны эпифиза не ускоряют, а тормозят половое созревание. Дальше. Адреналин и норадреналин не являются гормонами-антагонистами. А глюкогон не снижает содержание глюкозы в крови, а наоборот повышает. Еще одно задание. Здесь необходимо соотнести особенности и с предложенными гормонами. Предлагается соматотерапин и тироксин. В результате получится у вас последовательность из цифр 1, 2. Есть какие-нибудь уже варианты? Пока один. Подождем еще. Продолжение следует. Есть? Есть? Ну, есть уже, да, варианты ответов. Я поэтому открываю правильный ответ. Содержит йод тироксин, гормон щитовидной железы. Вырабатывается передняя доля гипофиза. Соматотерапин – это гормон роста. При его избытке действительно у взрослого человека развивается акромегалия. Щитовидная железа вырабатывает тироксин. При избытке этого гормона развивается базидовая болезнь. И железа, которая расположена в головном мозге – это гипофиза. Гипофиз вырабатывает соматотерапин. Еще одно задание. Здесь предлагается текст. Опять-таки он касался нашей сегодняшней темы. И я об этом говорила. Нужно по тексту пропущено 4 понятия, 4 термина. Выбрать из предложенного списка и по смыслу вставить на место пропусков 4 понятия. Поступают какие-нибудь ответы? Есть варианты, да? Давайте проверять. Конечно, 8, 5, 2, 7. Итак, на передней стенке гортани расположена щитовидная железа. Гормоны ее содержат йод. Примером гормона является тироксин. И в детском возрасте развивается кретинизм, который сопровождается отставанием в физическом и психическом развитии. Ну, теперь вопрос, который предполагает свободный ответ. Здесь нужно указать, первое, какая железа обозначена буквой «Д» на рисунке, какие она вырабатывает гормоны и какие нарушения могут возникнуть у человека при гипофункции этой железы. Ну, может быть, кратко, хотя бы на какой-то один из этих вопросов вы ответите. Может быть, хотя бы определят, как называются железы и какие-то гормоны вспомнят. Надпочечники угадываю, да? Ну, хорошо. Так, смотрим. Действительно надпочечники. Но на второй вопрос, какие гормоны вырабатывают, необходимо было указать корковый слой и мозговой слой. И при гипофункции коркового слоя действительно развивается бронзовая болезнь. Вот, а гипофункция мозгового слоя, мы сказали, что практически такого нарушения не бывает. Поздравляю. Ну, и последний вопрос. Эндокринную функцию выполняют также временные железы. Надо вспомнить, я их называла. Ну, указать гормоны и их биологическое значение. Может быть, хотя бы одно вспомнят. Как называются временные железы внутренней секреции? Нету ответов. А что пишут? Так, желтое тело, да? Вилочковая. Вилочковая. Ну, она не является временной железой. Просто она функционирует, вилочковая железа, до момента полового созревания. Потом ее активность снижается. Ну, хорошо, я показываю правильный ответ. Временными железами внутренней секреции являются желтое тело и плацента. Желтое тело вырабатывает прогестерон, правильно кто-то из слушателей написал. И прогестерон обеспечивает подготовку к беременности. Плацента вырабатывает гонадотропин, который будет стимулировать выделение прогестерона желтым телом. И еще есть такой гормон лактоген, который подготавливает молочные железы к лактации. Впоследствии будет вырабатываться гипофизом пролактин, уже влияющий на выработку молока. Ну, с заданиями все. Всех поздравляю, кто отвечал правильно. Также поздравляю тех, кто хотя бы сделал попытку ответить на вопросы. Вы можете к ним вернуться, когда будет доступна вам презентация, вместе с правильными ответами. Ну и еще, для того, чтобы, может быть, вы могли повторить, возможно, что-то узнать интересное. Вот литература, которой можно воспользоваться, во всяком случае, литература, которой я пользовалась при подготовке нашего вебинара. У Зверева это пособие, которое может рассказать какие-то интересные факты по различным системам органов человека. Пособие Солодовой Богдановой и пособие издательства Феникс – это для систематизации повторения обобщения. Ну и для того, чтобы познакомиться с признаками, с симптомами заболеваний и причинами, можно воспользоваться и специальной медицинской литературой. У меня на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Я готова ответить на вопросы, если такие были. Ни одного вопроса не было. Очень жаль, коллеги, что не было вопросов. А у нас продолжается ответ на вопрос, вот, там, в чате. А вы меня можете, вот, мне закрыть презентацию? Какие темы, да? Ну, что касается, так, на вкладку, пожалуйста, войдите, пожалуйста, на вкладку, которая называется «Опрос». И единственный вопрос, который мы задаем, это какие вопросы необходимо рассматривать на дальнейших вебинарах. Я помню ваши пожелания в первом полугодии этого учебного года. Ну, это конец, получается, у нас 2015-го. Еще готовится тема у нас «Кровь-кровообращение». Вот, если необходимо, то мы можем еще показать нашу серию вебинаров по решению задач по молекулярной биологии и по генетике. Так, можно, вот вопрос поступил, можно, сколько часов отводится в вашей гимназии на изучение биологии в девятых, одиннадцатых классах? С удовольствием отвечу. В девятых классах, как и везде, два часа в неделю. Мы работаем по УМК Пономаревой, поэтому в девятых классах у нас введение в общую биологию. В десятых и одиннадцатых классах два варианта введения курса биологии. Это профильный уровень и непрофильный. Непрофильный уровень – это один час в неделю и в десятом, и в одиннадцатом классе. Профильный уровень – это три часа в неделю. Есть группы, естественно, научные, есть группы социально-экономические, гуманитарные. Социально-экономические, гуманитарные – один час в неделю. И мы работаем по учебнику под редакцией Пасечника издательства Дрофа. А вот профильные учебники мы используем. Учебники Теремова и Петросовой. Очень хорошие учебники. На мой взгляд, самые лучшие. Потому что предусматривают повторение систематизации ботаники, зоологии и физиологии анатомии человека. Ну, я предвкушаю ваши вопросы по поводу того, что учебники издательства Мнимазина, в частности, профильные учебники для углубленного изучения биологии под редакцией Теремова, где авторами являются Теремов и Петросова, они исключены на сегодняшний день из перечня федерального. Но так как у нас эти учебники были закуплены ранее, то по приказу, по дополнению к этому списку, мы имеем полное право в течение пяти лет их использовать. Но, в принципе, можно для себя иметь учебник, который дает возможность организовать эффективный процесс обучения, не подготовки к экзамену, а именно обучения биологии. Так, вопрос у вас есть еще, коллеги, пожалуйста, будьте добры, ответьте на вкладочки. Какие еще вопросы необходимо рассмотреть на вебинарах? Не хотят ответить. Единичка? Ого, все. Кровь и кровообращение. Решение задач по генетике молекулярной биологии. Хорошо, хорошо, анатомия, но мы только что были. Хорошо, коллеги, я поняла, все остается в силе, и поэтому мы в следующий раз будем рассматривать вопросы из курса «Человек и его здоровье. Кровь и кровообращение». Вот, и последующие это будет решение задач по молекулярной биологии и по генетике. Вот изменчивость, как раз таки, она и будет включена у нас в вопросы решения задач по генетике или по молекулярной биологии. Эти вопросы будут обязательно рассмотрены. Спасибо всем. До свидания, коллеги. До новых встреч.